Друзья, всем привет! Давно не было новостей. Хочу вас порадовать информацией, которая совсем недавно пришла мне по почте. Значит, что касательно предыдущих видео и сотрудников полиции, которые в них фигурировали, спрашивайте по поводу сотрудников полиции в городе Харькове, которые совершили наезд на меня своим патрульным автомобилем. Значит, по ним ситуация разворачиваться начала только сейчас. Прошел месяц. До этого времени были отписки от полиции и прокуратуры, что в действиях полицейских ничего не было обнаружено и что заводить на них уголовное дело не за что и пусть гуляют себе с миром. То есть, в принципе, все произошло так, как должно было произойти. Меня это не совсем устроило. Значит, на информацию с прокуратуры, которая мне пришла, вы сейчас ее увидите, я написал заявление в суд и обязал Харьковскую прокуратуру все-таки через суд открыть на них уголовное дело, которое сейчас находится в расследовании, которое, в принципе, должно дать какой-то результат. Что хочется сказать о прокуратуре? Это, в принципе, стандартная практика, когда прокуратура не возбуждает уголовные дела по вашим заявлениям. Видимо, у них есть сверху какое-то указание по поводу того, что на полицию только через суд они возбуждают уголовные дела. Поэтому, если вам приходят подобные отписки, вы не отчаиваетесь. Ничего не стоит составить постановление в суд, скаргу в суд на то, чтобы через суд обязать их открыть уголовное дело. Именно таким образом у нас получилось бороться с Одесской таможней. Кто помнит несколько сюжетов про Одесскую таможню, я тоже про нее не забываю. Значит, информация о ней тоже положительная. История набирает обороты в другом русле. Как вы помните, в предыдущих роликах я вам рассказывал о том, что Одесская таможня совместно с Одесской прокуратурой совершила просто бандитское нападение на автосалоны компании, представители которой были со мной в Одесском порту. Они приехали к ним одновременно в автосалоны, я об этом рассказывал, в Харькове и в Киеве. И арестовали элитные автомобили Lotus, наложили на них арест и под разными предлогами просто не дают эти машины продавать. Значит, был суд, суд постановил, что необходимо арест этих Lotus снять. Сейчас, правда, не до конца это еще сделано, есть бюрократические процедуры, но в принципе вопрос решенный. Но не это самое интересное. Самое интересное то, что на основании решения этого суда, возможно, стало возбудить уголовное дело именно на этих прокуроров, ну, работников прокуратуры, которые приезжали арестовывать лотосы в городе Киеве, завести на них два уголовных дела, два, ребята, за, во-первых, за препятствия ведению бизнеса и за превышение служебных полномочий. Поэтому на них сейчас в ЕРДР внесены два уголовных дела, которые расследуются, и предприятие, на которое они совершили это нападение, не оставляет это без внимания. Я также вас буду информировать, чем это закончится. Я думаю, что для них это теперь стало большой головной болью, и то, что они делали по просьбе Одесской таможни, очень сильно омыкается. По Одесской таможне тоже есть несколько исков, которые еще в рассмотрении, тоже буду вас информировать, но, в принципе, ситуация не быстрая, и она будет разворачиваться еще определенное долгое время. Теперь, что касается, в принципе, о наездах на предприятия. В последнее время мне на почту стали приходить проблемы уже не такого рода, то, что где-то кого-то остановили на фуре, с кого-то требуют деньги, хотя и этого хватает, особенно с песочина мне, постоянно с песочина из валок. Мне все время приходят письма о том, что там просто инспектора косят, не разгибаясь, значит, драгер, как всегда, задутый, закапанный водочкой, все как обычно, стоят, разводят всех, милое дело, кого на 5, кого на 10 тысяч, кого на сколько разведут. Поэтому, ребята, будьте внимательны, у них сейчас сезон уже включения фар за пределами населенного пункта заканчивается скоро, поэтому будут новые причины остановок. Будьте внимательны, не ведитесь на этот развод, смело посылайте их нахер, едьте на независимую экспертизу, если они вам дали продукцию, и у вас что-то показало, вы знаете, что вы не пили, посылайте всех нафиг, едьте и делайте независимую экспертизу через суд, оспаривайте постановление, каждое оспоренное постановление для них – это гвоздь в гроб. Не стесняйтесь это делать. Что касается предприятий малого, среднего бизнеса и другого, да, сейчас тоже участились наезды на эти предприятия, я связываю это с тем, что в скором времени будут выборы, не так долго осталось, сколько год там, я думаю, что власть это понимает, что совсем мало времени осталось для того, чтобы заработать и пытается всяческим образом поджать под себя разные бизнесы. Так недавно мне совсем позвонили ребята, мои знакомые, попросили помочь предпринимателю из города Черкассы, по-моему, насколько я не ошибаюсь, на которого наехала генеральная прокуратура, которая хочет просто отжать у него бизнес и осуществить рейдерский захват. Поэтому, ребята, если вы стали объектом нападок со стороны генеральной прокуратуры, прокуратуры, СБУ, я не знаю, кого еще, кто к вам может прийти, не стесняйтесь, пишите, я постараюсь эту информацию передать, и, возможно, вместе мы сможем этот вопрос осветить, либо решить его каким-либо другим образом. Что касается приятных вещей, совсем недавно изменилось законодательство Украины, я тоже скину ссылочку, кому интересно, почитайте, сейчас, кто не знает, маски-шоу уже отменили, уже никто больше не прибегает на предприятие с автоматами и не уложит никого лицом в пол, но, тем не менее, приходят с проверками, проверки зачастую парализуют предприятие, выносят оргтехнику, компьютер, либо еще что-то, якобы для каких-то проверок, а по факту просто парализуют работу предприятия, потому что люди не могут работать без техники и т.д. и т.п. ниже ссылочка на выписку из закона, которая вам позволяет пойти на опережение, каким образом вы можете почитать ниже, то есть вы можете сами подать документы в добровольном порядке и предложить государственному органу сообщить вам, есть ли у них к вам вопросы и интересуют ли их какие-то документы, которые необходимо в добровольном порядке показать, и если вы это сделаете, они в принципе не могут прийти к вам с проверкой, поэтому если вы чувствуете или знаете от кого-то, что на вас в принципе должен произойти какой-то наезд, можно пойти на опережение. Теперь, вместо того, чтобы обратить внимание на подобные факты, которые я только что озвучил, новость пришла откуда не ждали, президент Порошенко подписал закон, который в принципе уже давным-давно был в Раде, а именно от 2016 года, 21 декабря, об изменениях правила парковки, то есть президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств. Что это означает именно, я вам расскажу. Значит, теперь узаканивают парковщиков, то есть это не будут полицейские, это будут парковщики в законе, которые будут работать от органов местного самоуправления, а именно от мэрии, я так полагаю, которые будут наделены полномочиями выписывать на вас постановление, а иногда даже блокировать ваш автомобиль, то есть они смогут его задерживать посредством, я так понимаю, костылей или блокираторов на колесо, вплоть до эвакуации, если вы неправильно припаркуетесь. Как это будет работать по факту, мы, в принципе, узнаем через 180 дней, потому что именно после этого срока, с момента публикации закон вступит в силу. Президент все-таки хочет навести порядок в сфере парковки, это, конечно, дело положительное, не знаю, принесет ли это какие-то успехи, учитывая, что этим будет заниматься не полиция, а некие люди, которые, ну, просто парковщики, какого рода и ума склада они будут, какое у них будет образование и вообще какие будут их мотивы, мне не ясны. Из приятных вещей, которые написали в законопроекте, это, что после того, как вам машину заблокируют, либо выносят на вас постановление, вам обязательно под лобовое стекло вложат квитанцию о том, что на вас было составлено, составлено постановление. И если вы оплатите, здесь работает по-другому немножко, если вы оплатите штраф в течение 10 дней, вы получаете 50% скидку от Порошенко, наверное. Поэтому все для того, чтобы нарушали с комфортом, как говорится. Посмотрим, как это будет работать. Ребята, также не хочу забывать о своем любимом герое последних видео, об инспекторе Гамбаряне. Многие тоже спрашивают, как сложилась его судьба. Хочу вас огорчить, но, может быть, и порадую чем-то. Инспектора Гамбаряна не отстранили, не наказали, он продолжает нести свою службу. Видимо, он очень ценный кадр. Кто не помнит, это вот этот инспектор, который в свое время на новогодние праздники остановил водителя и предлагал его отпустить за 5 тысяч гривен, а потом просто смылся, когда я приехал. Потом его долго прятали по селам, потом он там еще где-то скрывался. Значит, переслали мне подписчики видео, в очередной раз он был словен на горячем. Но в этот раз просто, ну я не знаю, ну вот, ну, если в моих видео предыдущих руководство полиции не увидело никакого нарушения со стороны Гамбаряна, пусть они прокомментируют это видео. Вы тоже обязательно прокомментируйте это видео, мне будет очень интересно ваше мнение почитать в комментариях, как вы считаете, чем руководствовался Гамбарян, когда совершал то, что он совершал. В двух словах вам скажу, что человека остановили, 19-летнего парнишка молодого остановили, он забыл права, естественно, его раструсило, ехал он со своей бабушкой. Значит, Гамбарян и его напарник, давайте придурка, додумались до того, чтобы старушку пересадить к себе в автомобиль и повезти ее домой, на патрульном автомобиле, при этом пацана оставили они там на месте, для того, чтобы она вынесла им денег и с ними рассчиталась. Ну, ну, у меня нет комментариев, пишите свои ребята, подписывайтесь на канал, до новых видео, до встречи, удачи, пока. Они остановили, что они спрашивали? Попросили документы показать. Просто? Дайте документы. Дайте документы, и все. То есть, не объяснили, почему остановили, какая причина остановки? В причине остановки не было, просто покажите документы, откуда-куда едете. Дальше что было? Дальше я вышел из машины, подошел к нему, он начал расспрашивать, откуда я, куда еду. Начал спрашивать, пил ли я вчера. Начал мне доказывать на том, что я вчера... Налево? Налево, да. Выпил больше, чем... Я сказал, что я выпил лоток. На самом деле, они мне начали доказывать, что я там вчера с красными глазами пил вообще не себя. Это тот, который за рулем был, да? Да, тот, который был за рулем. Но сначала я разговаривал с тем, которым сидел сзади, когда снимали. А тот, который был за рулем, он подошел ко мне и документы спросил. А потом меня начали спрашивать о газе, куда я еду. Пытались, прямым текстом говорили, что дайте нам денег. Потом начали умогать с моих родственников деньги. Ну, ты просто забыл думать техпаспорт на машину, У тебя были права, забыл техпаспорт. Или наоборот, да? Наоборот, да. Просто я выехал по местному. Хорошо. Они предложили что? Они предложили сесть в машину и поехать ко мне домой и взять деньги. То, что в поселке они стоят регулярно. Не первый раз я их уже видел, но они мне доказывали на том, что они здесь первый раз. В течение того даже детку в месяц, у которой езжу, до этого два года подряд я их видел на одном и том же. где дальше? Где дом? Дом где? Прямо. Не, где дом? Прямо. Довушка, может, в машине? Я не знаю. Так у них маньяк паст. Добрый день. Здравствуйте. Знакомые лица. Я вас знаю. Здрасте. А я вас знаю, а вас не более. Где бабушка? Бабушка забрала. Бабушка пошла. Так у вас перегарм тут воняет. Ладно, документы иди, парни. Ребята, зачем вы это делаете? Права, за правом ездим. Вы всех катаетесь? Ну, не все. Они были двоем и троем. Иди к бабушке. Блин, реально, что не научила? Не научила что? Не научила ничего? Вас еще не увозили? Как вас зовут? Зачем вам? Вы знаете, как мне зовут? Мы с вами недавно общались. Я не помню. Мы с вами недавно общались. Выключи телефон, одно слово скажу. Нет, я выключу позже. Что? Я выключу позже. Ну, выключите, значит, позже. Ну, вы остановили, почему? Мы остановили за нарушение. За какое? Свет не горел. Свет не горел? Догорел в машине свет. Я ехал за этой машиной. Ну, ехали, значит, ехали за этой машиной. Ближе свет у него не горел, значит, у него горели абориты. Смотрите, ну как получилось так получилось попросил парень не пишите протокол мы молодой на 19 лет забыл права привезли бабушка потому что были такие случаи заходят и больше не выходят понимать ну вы именно просто помогает ну а то что там рассказываешь он выпил что нет явные признаки алкоголя ничего не говорите да понятно все он может быть свободен я сейчас документы забираем конечно довезем спасибо большое все удачи ребята я не хотел бы больше таких ситуациях с вами встречаться давайте удачи